МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В СССР в эти дни проводят профилактические акции, чтобы напомнить о безопасности пешеходам и водителям. Джамиль Ибрагимова тоже освежила знания. Минуя пробки с попутным ветром, оказалась на работе в два раза быстрее. О плюсах велотранспорта расскажет Виктория Шкальная. Начинаем с новых данных по коронавирусу. Количество победивших болезнь Ставропольцев вновь увеличилось. За минувшие сутки выздоровели еще 11 человек. Об этом сообщил Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграме. Губернатор также добавил, в регионе продолжается работа по выявлению новых случаев заболевания. Каждый день проводится около 5000 тестов на коронавирус. Так, диагноз подтвердился у 124 жителей края. Два пациента, несмотря на все усилия врачей, скончались. Владимиров призвал земляков соблюдать рекомендации медиков и Роспотребнадзора. Без выступлений и без арены жители Ставрополя горячо переживают по поводу закрытия городского цирка. Здание признали аварийным, а позже появились слухи о том, что его вовсе снесут. Этот вопрос даже адресовали губернатору на недавней прямой линии своего ТВ. Какое будущее у цирка и выйдут ли снова артисты на манеж? Никита Шишков побывал на пустой арене. Не то космический корабль, не то замысловатый диск. Ставропольский цирк за долгие годы стал настоящей достопримечательностью, без которой и город-то представить сложно. Кстати, сами жители весь район внизу проспекта Карла Маркса называют цирком. В таком состоянии здание и внутри, и снаружи было всегда, сколько я себя помню, а я коренной ставропольчанин. Но дело в том, что и в памяти моих родителей цирк всегда был таким. Новым его родители застали как раз в самом нежном возрасте. Заработал храм искусства в 76-м. Тогда здание действительно поражало. Панорамные окна, светлые холлы и большой зал на 1746 мест. Крытой площадки больше в городе нет до сих пор. Но только вот другие арены ушли далеко вперед, а цирк капитального ремонта так и не увидел. На ваш взгляд нужен цирк? Конечно нужен. Есть дети, которые любят в него ходить. У меня их четверо, и они все прекрасно ждут, когда он откроется. А он, увы, не открывается. Мне кажется, его нужно реконструировать, потому что оно очень давнее. А вообще знаковое место для нашего города. Надо сохранить. Часто ли, бывали там, может, детей? Да. Когда дети были маленькие, часто. А что, по-вашему, мне не нужно делать с цирком? Отревонтировать. Горожане цирк горячо любят. Несколько поколений ставропольцев выросло у этой арены. Приходили и уходили артисты. Трюки становились все головокружительней. Клоуны все изобретательней. И только здание за всем этим прогрессом не поспевало. Городу и краю Манеж не принадлежит. Он федеральной собственности. Разработан план ремонта региональных цирков до 2024 года. Ставропольский в очереди тоже есть. Но когда поступят деньги, зависит от решения правительства страны. Независимая экспертиза недавно здание признала аварийным. А после его закрыли из-за пандемии. Наши специалисты, специалисты Росгосцирка, не согласны с таким заявлением. И мы хотим сделать еще одну повторную экспертизу, чтобы уже окончательно убедиться. Мы не хотим сносить здание. Мы хотим, чтобы цирк оставался на том месте, где он находится. Во-первых, и жители города привыкли, и артисты любят этот цирк. Мы бы хотели, чтобы он стоял там. Хотел бы поблагодарить жителей Ставрополя за вот такое участие в судьбе цирка. Нам это очень приятно. Большое спасибо. Справедливости ради, время самоизоляции провели с пользой. В холлах сделали небольшой косметический ремонт, обновили водопровод и систему пожаротушения. Пока персонал ждет, когда снимут эпидограничения. Судьбой цирка интересовались и горожане на недавней прямой линии губернатора. Будущее здание пока неизвестно. А земля в историческом центре очень уж лакомый кусок. Глава края земляков успокоил и ясно дал понять, что за цирк регион будет бороться. Точно никогда там многоэтажки не появятся. Это 100%. А цирк надо восстановить. Я об этом знаю. И мы точно этого будем добиваться. Кстати, в интернете периодически всплывают проекты реконструкции здания и прилегающей площади генерала Ермолова. Это место может стать еще одной точкой притяжения горожан. Кстати, наш цирк – проект типовой. Точно такие же есть, например, в Гомеле, Запорожье и Краснодаре. И кубанский близнец, к слову, сейчас выглядит куда менее презентабельно. Повторная экспертиза Ставропольского манежа должна пройти до 1 декабря. После будет решаться судьба всего здания. А новый «Алле-оп» уже совсем скоро надеются услышать Никита Шишков и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Начало нового учебного года стало причиной оживленных улиц. Активизировались и сотрудники полиции. Они в эти дни проводят профилактические рейды. Джамиля Ибрагимова тоже вспомнила правила. В первые дни сентября Ставрополь словно оживает после спячки. Заканчиваются отпуска и каникулы. Улицы заполняют студенты, школьники, люди в строгих костюмах. И все они куда-то спешат. Кто-то, в надежде сэкономить время, не считает зазорным перебежать дорогу в неположенном месте. Как, например, эти дамы. Вы бегали в покойник. То есть вы рискуете своей жизнью только ради того, чтобы сходить в покойник. Правильно? С теми, кто машет рукой на правила, автоинспекторы проводят беседы. Полицейские в эти дни выходят в рейды, чтобы еще раз напомнить о безопасности. И пешеходам, и водителям. Бояться нечего. Главное, ничего не нарушать. Хотя в качестве бонуса в адрес сознательных участников дорожного движения прозвучат такие слова. Управление ГИБДД города Ставрополя благодарит вас за то, что вы являетесь вежливым водителем, соблюдаете правила дорожного движения, пропускаете пешеходов на пешеходных переходах. Сложности перехода в эти дни особенно возникают у школьников. После самоизоляции и каникул они немного расслабились. У нынешних пешеходов, кстати, появился сейчас еще один отвлекающий фактор. Их глаза очень часто бывают устремлены на экран телефона. Хотя важно помнить, что перед тем, как перейти дорогу, важно посмотреть по сторонам, а не на фотографии в социальных сетях. Поэтому автоинспекторы максимально сосредоточились на детях. Они все чаще проводят рейды возле школ и других образовательных учреждений. Ведь освежить знания никогда не бывает лишним. Это доказывает и дорожная обстановка. Статистика за последнее время печальная. Очень много детей на территории как города Ставрополя, так и края в целом. У нас пострадавшие в ДТП, тяжесть последствий разная. Но в этом есть вина как и водителей, так и самих детей тоже. Важно помнить, что правила вы соблюдаете не для полицейских, а для себя. Ваша ответственность поможет сохранить жизнь, а может даже и не одну. Не спешат на дорогах пешеход Джемиля Ибрагимова и водитель Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Быстро, комфортно и, главное, с хорошим настроением. Добраться до работы по пробкам с такими чувствами удается далеко не всем. Зачастую утренняя поездка заставляет нас понервничать еще задолго до начала рабочего дня. Моя коллега Виктория Шкальная узнала, на что пересесть, чтобы начинать свой день на позитиве. Начало сентября, будний день, час пик. Кто-то спешит на работу, кто-то на учебу, а кому-то просто не сидится дома. Дорога сейчас настоящее испытание. И вот так утром в редакцию добиралась я. А вот так для сравнения доехал на работу наш оператор Олег Байкулов. Я слегка измученная после утренней толкотни в маршрутке. А вот Олег полон силы и энергии. Все это подтолкнуло на мысль изучить альтернативные виды транспорта. Безусловный лидер в списке – велосипед. Добираться на двухколесном и удобно, и полезно. Во-первых, у нас улучшается кровообращение, у нас тренируются ноги. То есть мы не просто на педали жмем, грубо говоря, мы укрепляем свое тело. Также это очень хорошо для похудения. То есть человек, который занимается велоспортом, он в год может терять около 7 килограмм. Просто без особого питания, не следя за режимом и так далее. А если к этому еще добавить питание и сон, то это как минимум утроит результат. С плюсами физической нагрузки разобрались. А что насчет психологического аспекта? Когда человек едет на общественном транспорте, он попадает в такое психоэмоциональное поле. Потому что есть другие люди, которые также присутствуют. И у каждого свое настроение, свое состояние. Ну и, к примеру, если человек сталкивается с негативными эмоциями в транспорте, что часто бывает по утрам, когда едешь на общественном транспорте, то, соответственно, волей-неволей ты немного заражаешься этими эмоциями. И твое состояние, настроение также может ухудшиться. Засорить сознание в общественном транспорте можно не только эмоциями, но и разговорами. В конце пути вы точно будете в курсе всех городских новостей. Экологичный транспорт подарит вам и эмоциональную свободу. Тем самым он, ну, даже делая такие вроде бы незначительные действия, как самостоятельно выбирает путь, он подкрепляет свою какую-то внутреннюю свободу. В линейке эко-транспорта популярны и такие средства передвижения, как самокат, скейтборд и гироскутер. А в такую теплую погоду приятно и просто прогуляться. Кстати, на улицах Ставрополя можно встретить и совсем необычные аппараты. Александр, например, ездит на работу на велосипеде уже 15 лет. А два года назад пересел на его уменьшенную версию. Теперь утренняя поездка напоминает настоящее представление. Любители эко-транспорта сейчас в почете. В Ставрополе продолжают прокладывать специальные дорожки для велосипедов и самокатов. Ездить по ним не только комфортно, но и безопасно. Внутренняя свобода, физические нагрузки, больше личного времени и, конечно, хорошее настроение. Двухколесный друг показал себя с лучшей стороны. А сделали выбор в пользу велосипеда Виктория Шкальная, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Если вы сняли что-то интересное или у вас есть проблема, пишите нам в редакцию. Номер тот же. Напомню, 8 928 350 80 70. Ну а далее прогноз погоды. Передаю слово моей коллеге Марии Никитиной. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. Какая погода ждет нас в понедельник, 7 сентября, расскажу прямо сейчас. В Ставрополе ясно. Днем плюс 28, ночью плюс 17. Атмосферное давление в пределах нормы. В Изобильнинском и Новоалександровском округах переменная облачность. Днем плюс 30, ночью плюс 20. В Пятигорске и Минеральных водах малооблачно. Днем до плюс 30, ночью плюс 19. В Кисловодске возможен дождь. Плюс 23 днем и плюс 13 ночью. Берите с собой зонт. Переходим к востоку края. В Ипатово ясно днем плюс 30, ночью плюс 20. В Нефтекумске, Дивно, Марсгире и Буденовске плюс 31 днем и плюс 19 ночью. Осадков не ожидается. Ставропольский край известен как родина слонов. Но свой слон только природный. Есть еще и в Исландии. Скала на острове Хэймэй, которая выглядит как застывший в камне слон, опустивший в воду свой хобот. Он образовался в результате извержения вулкана Эльпфельд. Этим и объясняется поразительное сходство с настоящим животным. Вулканический базальт, из которого состоит утес, после застывания образовал серые морщины и складки, которые так напоминают реальную слоновью кожу. А на этом у меня все. Увидимся на своем.